В группе прославления. Сегодня как раз все прославление и поклонение как раз приводит к тому, о чем я хочу поделиться. Например, все могу в Боге, в Иешуа, укрепляющий меня, Господь спасение мое, или же я переможу, да, переможу, потому что Бог... Все это, как бы вот эти все прославления, как раз наполняют меня к тому, чтобы продолжить эту тематику позитивного мышления, мышления, которое сегодня хочется, в первую очередь, поделиться. Но перед тем, как я буду говорить, а я буду говорить такую тему обещания не за горами, мы же говорим, ну как бы обещание, там мы три года живем, да, но обещание от Бога, оно не за горами. Но перед тем, как это сделать, я хочу, чтобы мы исполнили то, о чем писали апостолы. Апостолы писали очень важную тему, тему, которая необходима для верующих Нового Завета. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков. И слово «за всех человеков» означает? За всех? Абсолютно? Да, даже за врагов и за всех остальных, чтобы, знаете, вот иметь правильное положение. И я буду, 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 украинскую, далеко продовжуете. За царев, за тих, всих, кто при владе, чтобы мы могли проводить тихое, мирное життя у всякой пробожности и чинности. Так что, друзья, мы сейчас помолимся за нашу безопасность. Мы помолимся за ситуацию в Украине, за ревновую сделку. Да, ее сорвали с одной стороны, ее прекратили с одной стороны. Но у нас есть вообще договоренности по другой стороне. И мы верим, что Бог на нашей стороне. Бог на нашей стороне. Понимаете, да? И за наше спокойное небо, за нашу победу, за поддержку Украине в этой несправедливой атаке, в этой несправедливой войне. Прошу, чтобы мы помолились. Давайте, да? Встанем, помолимся. А вину, чтобы шимаем Отец Небесный в это время. Когда мы переживаем эти ежедневные бомбардировки наших врагов, чтобы наказать, отплатиться, рассчитаться за какие-то свои поражения. Потому что то, что происходит сейчас, только указывает на то, что враг ослабевает. Как последний раз он хочет наказать нас в этой сделке, чтобы мы не продавали, не отпускали зерно, чтобы мы не вывозили, чтобы наполнить людей страхом, чтобы дать нам безнадегу, Господь. Оно не совершится, потому что Твоя милость, она во веки веков Божия. И мы благодарим Тебя за Твою поддержку, за поддержку тех царей, которые уже сделали свое решение поддержать Украину в этих неправедных действиях со стороны наших соседей. Мы прошим милости для нас, для наших людей. И чтобы эти все прилеты, отлеты, бомбардировки, Господь, не пугали нас, но делали нас сильнее. Делали нас настойчивее в молитве, в постоянстве Божьей. Надеяться только на Тебя, потому что Ты есть Бог, и нет другого. Мы просим за правителей, за тех, кто при власти, чтобы Ты давал мудрость и понимание, как вести эту духовную войну, в первую очередь, против зла, против коррупции, против тех воровства, которые происходят, Боже, и одержать победу на основании правды Твоей и утверждения Твоей истины. Потому что Ты есть Бог, и на Тебя мы уповаем. И схрани людей, которые сегодня находятся под обстрелами. Во имя Ищуа. Аминь. Продолжая эту тему, обещание не за горами. Вообще-то это обещание, оно находится на небе. Я положу краеугольным своим местом стихом, как бы для проповеди, из Тегелим. То есть это псалмы. Давид пишет слова, которые очень, они просто вдохновляют. Если вас, как бы, на вас нападает, как сказать еще, правильным словом, а? Не, грусть, тоска, плач, хандра, то, как Писание говорит, пойте псалмы. Да? Ну можете петь те, которые мы поем, можете петь те, которые Давид написал. И вот в одном из псалмов, который говорится, и мы его очень хорошо знаем, 120-й псалом, с 1 по 8 стих. Возвожу очи моих горам, откуда не будет прилета. Аминь. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю, не даст он поколебаться ноге Твоей, не воздремлет хранящий Тебя, не дремлет и не спит хранящий Израиля, Господь хранитель Твой. Господь сень Твоя, с правой руки Твоей. Днем солнцепек не поразит Тебя, ни луна, ни фосфор ночью. Я, извините, что я добавил так немножко. Солнцепек, кто знает, что это такое? Есть такое оружие. Они его придумали, но Бог говорит, и днем солнцепек Тебя не поразит, и ночью, даже когда фосфорные бомбы, тоже ничего тебе не будет. Господь будет охранять выхождение Твое и вхождение Твое отныне и вовеки. То есть будет давать возможность путешествовать, двигаться, производить необходимое, чтобы ты был что? Спокоен. На Бога надейся? Да? Не, на прогноз погоды смотри, пожалуйста, смотрите на все предупреждения. Я хочу сегодня поговорить с вами о грядущем повороте. Я говорю об этом, потому что я чувствую, что это необходимо. Хотя мы говорили последние несколько недель о простых вещах, которые у нас земные. И последнее его послание было, живи этим днем. Не мечтай, не премудрствуй, не живи прошлым. Не пытайся жить в будущем, накручивать себе, что можно сделать и что будет. Но при этом я хочу поговорить о том повороте, который всех нас ожидает. Конец войне обязательно будет. Это неизбежно. Она большим, как бы сказать, шрамом после окончания останется на теле нашего общества. Огромнейшим таким шрамом, который все будут вспоминать, думать, говорить. И надеюсь, мы сможем пройти это. Потому что даже сегодня мы слышим отголоски недовольства о затянувшейся конфликте. Не только от наших людей, которые сегодня страдают через экономические какие-то ситуации. Нету работы, нету еще каких-то вещей. Когда они слышат всякую ложь, либо не ложь, которая распространяется о коррупции, о ситуациях. Некоторые поддерживают это, раскручивают это. Это большими ранами ложится на наше общество. Особенно на верующих людей. Потому что мы хотим справедливости. Мы всегда хотим жить в Божьих рамках закона. Мы хотим справедливости для себя лично. Когда мы сталкиваемся с той несправедливостью, особенно во время войны, мы налагаем эти раны, которые долго-долго мы будем в себе носить после войны. И война обязательно, обязательно она закончится. Мы это слышим не только от наших людей, но также тех, кто нас поддерживает в этот период войны. Они же тоже говорят о тех вещах, которые, ой, сколько это уже может продолжаться. Как это сделать? В Америке, говорит, это не наша война. В Германии, говорит, это надо защищаться, потому что мы не знаем, куда они дальше пойдут. Кто остановит их? И так далее. Послушайте, война, она закончится. Но война, это не единственная наша проблема, на которую можно свалить все наши неудачи и наши проблемы. Чаще всего сейчас люди говорят, ой, если бы не было войны, и ситуация, в которой мы находимся, все было бы по-другому. Не сваливайте на то, что происходит извне. Мы часто всего хотим снять с себя наши проблемы, ситуации, которыми мы сталкиваемся. Все наши неудачи, проблемы. Мы все-таки сталкиваемся с ситуациями, которые по жизни, они касаются лично нас, которые выглядят, как будто их у нас так много, и нам хочется их скинуть, но мы не можем. Как пьяка, которая присосалась своему телу. Мы боимся ее оторвать, потому что потечет кровь, да, и стонем, потому что оно нам еще больно. Ну, кто-то скажет, ну, это еще может переливание крови быть, пьявка, да, это может быть еще исцеление. Да, давайте подумаем, что пьявки, это еще как часть терапии, которая нам необходима, которая прицепилась к нам эти проблемы, ситуации. Но Бог говорит, так всегда не будет. Так всегда не будет. Бо я знаю все задумы свои, что до вас. Задумы, что до процветания вашего. А не лыха, что дати вам майбутни та надию. Майбутни та надию. Послушайте, Бог говорит, Иеремии, 29 глава, 11 стиха. Ибо только я знаю намерение, как и имею вас, говорит Господь, намерение на благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Но дальше мы этих слов пытаемся не читать. Мы говорим, вот он обещал, он должен сделать. Вот он сказал. А дальше он говорит, очень интересные слова, тот же Иеремия. И воззовите ко мне, и пойдите, и помолитесь мне, и я услышу вас. Он говорит, не просто у меня есть мысли о вас, у меня есть задумы, да? То, что у меня есть намерение. Но эти намерения, они обязательно сбудутся. Но я предлагаю вам, чтобы вы не сильно томились в своем духе, когда-то все произойдет, начните молиться. Придите ко мне, и воззовите, поговорите, позовите, обратитесь ко мне. Пойдите на собрание, на молитвенное служение, пойдите. Не сидите дома, не пейте чашу горькую сами. Идите и помолитесь, и я услышу. Взыщите меня и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим. И буду я, найдем вами, говорит Господь, и возвращу вас из плена, и соберу вас из всех народов, и всех мест, куда я вас изгнал, говорит Господь. Возвращу вас в то место, откуда переселил вас. Как это сегодня интересно, как это сегодня касается всех нас, и мы же проживаем этот момент. Это касается всех рассеянных, всех рассеянных, всех изгнанных из своих мест. Как касается евреев, относительно обетованной земли, это касается Алии, они совершают свою Алию, возвращение по обетванию Божьим. Так же и наших вынужденных переселенцев в Европе, а может даже те, кто и дальше переехали. Бог говорит, подождите секунду, я вас изгнал, я это сделал, но если вы взыщите меня, я сделаю так, что вы придете обратно. Почему придете? Что здесь будет так плохо, что нужно возвратиться, вы скучаете за своей землей? Нет, потому что я обратно вас верну, позову вас обратно. Я верю, что сейчас, когда мы стали подвергаться большими атаками, особенно мы не ожидали, чтобы будет по Одессе, по любимой всем Одессе, как бы сакральному городу наших недругов, будут так внезапно немножко кусать. Где прилеты были бы в историческую часть города, где пытаются изменить наше состояние, наш покой, наш мир, наш юмор. Даже некоторые наши люди, которые возвратились обратно, даже на время, говорят, ой, шарм Одессы куда-то ушел. Она была такая выпущенная, такая вот интересная, да, такая, что-то ушло. Извините, на наших лицах есть печаль, по нас стреляют. Что вы хотите еще? Но смотрите, это все должно измениться. Я верю, что когда-то происходят и атаки, и намерение наших врагов уничтожить инфраструктуру, тем, чем мы торгуем, наши порты, наших цивильных, гражданских и так далее, я понимаю, что пытаются сорвать эту сделку идет именно нагнетение страха не только для наших портов и нашей экспортированию, но и для всего мира, что может быть грядет какой-то еще голод. Мы сотворим еще искусственный голод. Это мы уже пережили, друзья. Мы пережили 33-й год. Мы пережили, да, искусственный голод и уничтожение украинского народа. Мы и это выживаем. И будет такое, как Иосиф, который сделает все так, как нужно. Но все-таки для нас это время молитвы. И Бог указывает нам все, что через Писание, что помощь и поворот ситуации не за горами. Не на том месте, где нужно будет карабкаться, он недалеко, этот поворот. Это не только по отношению войны, которую развязала Россия, но и по отношению каждой ситуации, в которой мы оказались. Друзья, не только война, а ситуация как бы влияет. Наши собственные вопросы, ситуации по бизнесу. Поэтому Сафония в 3 главе 14 по 20 стих пишет. «Ликуй, черь Сиона, торжествуй, Израиль, веселись и радуйся от всего сердца черь Иерусалима. Отменил Господь приговор над тобой, прогнал врага твоего, Господь Царь Израиля посреди тебя. Уже более не увидишь зла. В тот день скажет Иерусалима, не бойся. И Сиону, да, не ослабевают руки твои. «Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасать тебя, возвеселись, а тебе радостью будет милости, полюби своей, будет торжествовать, а тебе с ликованием». Бог будет ликовать. Бог будет радоваться о нас с вами. Почему? Потому что Он нас любит. Потому что Он простирает руку свою. Если мы не отвернемся от Его руки, помощи, от Его лица, не пренебрегать будем нашими взаимоотношениями с Ним, молитвы с Богом, отношения друг к другу. Потому что на этом основывается все Писание. Сетующих о торжественных праздниках и торжествах я соберу. Твои они. На них тяготеет поношение. «Я стесню всех притеснителей твоих, в то время и спасу хромлящие, и соберу рассеянное, и приведу их в почет и милость на всей этой земле по отношению их». Другими с вами, когда вот буквально недавно Татьяна, брат, позвонил, и он общается, у него есть друг, который сегодня служит в ССУ. Он спасает, он вертолетчик, он спасает наших военных. Это очень тяжелая работа. И очень, как бы, человек, который родился в Молдове, который всю жизнь говорил по-русски, по-молдавски, или по-румэнски сегодня, переехал потом в Украину, выучил язык, и все, расповедая украинскую мову. Мы так думали, и Таня говорит, как? Молдаванин выучил украинский язык. И при всем том, что есть такие, которые не хотят его изучать, вопрос не того, что нужно, а вообще, как бы, понимать свободу, что мы это можем. Но в другом случае, знаете, он не только нам показывает, что это возможно. И тут Виктор говорит, я слышал, что, говорили, вот пробуждение придет в Украине, вот пробуждение, я знаю это в Украине, пробуждение коснется всех народов, и высококс Украины начнет это изменение всего мира. И он говорит, когда я слышал эти пророчества и смотрел на все, что происходит, на весь бардак, который происходит в Украине, особенно религиозный бардак, всяких лжей, мессии и целителей, пророков и все, да, он говорит, как пробуждение может вообще коснуться Украины? И вдруг, он говорит, я понял, при этой ситуации вдруг все очнулись, проснулись, пробудились от того, что есть такое государство, как Украина, что все-таки Украину Бог благословил так сильно, что она кормит третью часть земли для того, чтобы прокормить все те голодных, нуждающихся, которые сегодня не могут обеспечить себя зерном. Вдруг начали все говорить, цари об Украине, соединяться с тем, чтобы помочь Украине, и все говорят, это пришло к пробуждению. И мне оказалось, что это не только касается религиозной позиции людей, придет пробуждение, все увидят Бога. Мы начали молиться, мы начали с фокусом идти к Богу, и люди начали, даже те неверующие начали молиться о том, что Боже сохрани. Это пробуждение, начинающееся с нас, касается весь мир, и люди проснулись сегодня на улицах многих городов, висят флаги поддержки Украины и так далее. Хотя ослабело это все немножко, как в последнее время, и своя пропаганда, свои ситуации, но время, время сегодня взывать к Богу. В то время приведу вас, и тогда же соберу вас, ибо сделаю вас именитыми, почетными между всеми народами земли, когда возвращу плен ваш перед глазами вашими, говорит Господь. Господь, возвращу. Другими словами, мы будем свободными. Мы будем свободными. И об этой свободе будут знать, и уже знают, что мы боремся за свою свободу во всем мире. Бог говорит, изменю ситуацию для моего народа. Я сделаю это. Бог, обращающий печаль в радость. Это Бог, который меняет, поворот делает, разворачивает ситуацию. Он превращает бесплодное во младенцев, в детей. Он превращает Красное море в сухую дорогу для миллионов, которые уходят из рабства. Он обращает пять хлебов и две рыбы в обед для тысячи людей. Там была безнадега. И говорили, отпустим людей, пускай пойдут, наберут пиццы и кушают. Либо там, этот самый, сдать ему халы, наверное, питы. Нет, нет, Бог, Ишуа делает безнадежно, поворачивает из пять хлебов и две рыбы. Он делает обед для тысячи людей. Он превращает кожу прокаженного в тело, как бы, в состояние младенца. У каждого из нас есть эти тупики. У нас ситуации, которые кажутся безнадежными. Бог говорит, я поверну эту ситуацию, какая бы она ни была. Когда мысли твои говорят тебе, что твоя ситуация хронически и, как бы, бесповоротно, то есть, патовая, без всяких возможностей на реализацию. Ты никогда не выбираешь этой проблемы. Она уходит в тебя сама. Когда говорится в тебе, что ты никогда не выздоровеешь. Когда тебе приносили, тебе уже последний вердикт доктора. Что ты никогда не увидишь восстановление своей семьи. Ты никогда не будешь счастливым. Когда приходят эти мысли, ты приготовься. Просто приготовься. Когда нам говорят, что вообще будет все это сильно долго, Бог говорит, приготовься. Я поверну обстоятельства в обратную сторону. Помощь твоя приходит от меня. Поднимай очи горам, откуда и придет помощь. Не за горами, а с неба. Она недалеко. Она вот здесь. Только поднимай очи горам, откуда приходит помощь. Приближается время поворота. И я верю, в этих обстоятельствах, в которых мы живем, я понимаю, что приближается этот поворот. И мы увидим, как рука Божья будет совершать то, что мы не ожидаем. Мы будем видеть, как Бог будет делать чудеса и знамения такие, которые мы не ожидаем. Мы как будто устали бесповоротно, без окончательной войны. Не знаем, что будет происходить. Эти новости и все остальное. Бог говорит, я сегодня вам говорю, все изменится. Необычные. Необычные движения, необычные повороты. Как говорил об этом Захария. Бог превратит горы в руины, в холмы, на которые можно спокойно взобраться. Все это выглядит, конечно же, ситуацией, в которой мы живем, постоянной стабильной депрессухой такой. Люди живут. Вот едешь на машинах, едешь по автобусу, в других местах. Люди с такой небольшой депрессухой живут. Если раньше ты слышал какие-то хи-хи-ха-ха анекдоты, рассказать шутка и все остальное, как будто все ушло. Одесская слава, юмора, как будто она отошла. Бог говорит, я верну. Я поверну все. И на этих улицах будет слышать голос невесты, голос жениха, голос радости и голос веселья. На этих улицах мы опять услышим смех, мы услышим песни, мы услышим то, что мы всегда хотели видеть, это улыбки людей. Знаете, Бог – это Бог перемен. Кажется, что мы всегда будем бороться с этой депрессухой и с горой ситуации, с людьми, которые на работе, что у нас невозможно получить одно или другое, третье, что мы хотим. Некоторые вещи Бог собирается устранить вообще в вашей жизни. А некоторые, знаете, ситуации Он делает так, чтобы вам показать и мне показать, что у нас больше ограничений не будет, потому что Бог, Он на нашей стороне. Бог превратит эту гору одиночества, в которой многие из вас живут, далеки от своих семей, далеко, может быть, от тех желаний, которые у вас есть. Он превратит это в любовь и правильные отношения. Что да, если вы живете в одиночестве, вы желаете где-то жениться, вам не нужно терять эту надежду, что Бог даст вам спутника жизни, который вы будете любить. Или же, можно говорить, не только женский, но и мужской род. Если вы чувствуете, что вы в одиночестве давно живете, и вам уже жизнь не сладка, и вам хочется просто семейного счастья, надежда умирает последней. Никакой пользы вам не принесет, если вы не будете верить, что Бог хочет, чтобы вы изменились. Что Он хочет повлиять на вашу жизнь. Бог хочет изменить сомнения на веру. Негативно мы шли на радость достижения цели. Почему бы нам с вами не стать верующими? Бог хочет, чтобы мы верили в это. Верили, что Бог Он с нами. Он не покинет нас. Почему бы еще нам не стать верующими, а не сомневающимися верующими? Верю, но помоги моему неверию, Боже мой, я понимаю, что есть такое местописание, мы когда-нибудь ссылку имеем, но нам нужно стать верующими людьми. Почему бы нам не договориться с Богом, сказать Ему, Господь, я верю, что то, что Ты обещал, и то, что идет поворот в моей жизни, в моем здоровье, в моих финансах, в моих отношениях, в моей карьере, это вот и поворот в этой несправедливой войне обязательно произойдет. Друзья, в это нужно верить. Что Бог, Бог перемен. Мы можем и, наверное, обязаны просматривать историю Израиля. События, связанные с Израилем, с его историей, с его жизнью, его достижением, его победами, его счастьем, разочарование. Мы должны сравнить это с нашим естеством, потому что говорят очень многие верующие, говорят, и я переживаю тоже о том, что то, что происходит в Израиле, всегда касается всего мира. Вот так Бог устроил, что то, что было с Израилем, часто всего происходит с другими народами. Я говорю это проекцию для нашей Украины, для сегодняшнего времени. Почему? Потому что Бог рассеял народ свой не только с целью наказания за то, что происходило в жизни евреев. Хотя мы говорим, народ святый, взятый в удел, поверьте, не настолько святый, чтобы держать их в постоянном состоянии благословения. Мы тоже не святые, мы тоже имеем в своей жизни какие-то стороны, где нам нужно меняться и необходимо. Бог рассеял народ свой для того, чтобы нам стать благовестником и миру, божественность его предназначения. Бог рассеял нас по всем народам для того, чтобы иметь одну цель, показать свое правосудие, что Бог любимчиков не имеет. Даже если Он имеет их, все равно, кого любит, того и что? Наказывает. То есть, другим словом, не наказывает так, чтобы тот умер совсем, а так, чтобы понял урок, что необходимо быть, когда же это в наказании, рассуждение, чтобы быть примером для всех остальных. Наглядный пример Божьей любви и наказания, правосудия и восстановления правосудия для тех, кто нас угнетал. Посмотрите все те народы, которые угнетали еврейский народ. Что с ними произошло? Мы даже о них уже даже не знаем. Поэтому я сравниваю эти вещи. И Захария, 8 глава, 8 стих, 13-16. Я расположу стан у дома моего против войска, против проходящих впереди и назад. И не будет более проходить притеснитель, ибо ныне мои очи, я буду взирать на это. Ибо как лук я натянул себе Иуду, и наполню лук Ефремом, воздвигну сынов твоих Сион против сынов твоих Иония, и сделаю тебя мечом ротоборца. И спасет их Господь Бог в тот день, как овец народ свой. Ибо подобно камню в венце они воссияют на земле Его. Вы понимаете, что Бог дал каждому народу, и Писание говорит о том, что его место обитания. И Бог нам дал нам территорию обитания. И Бог говорит, я воссияю на земле Его. Это Божье благословение, это Божья милость, это Его благодать для нас. И мы воссияем. И Бог говорит о том, что будет этот поворот. Бог говорит, я сниму печаль. И вместо печали дам радость. Ту горькую жизнь, которую многие переживают, я сменю. Вы не будете смотреть в зеркало заднего вида, как это было хорошо в прошлом, что было тогда. Вы будете смотреть только в будущее, потому что Бог говорит, я имею о вас доброе намерение, о будущем. Бог не собирается останавливать все трудности, через которые мы идем. Он не будет удерживать нас от той горы, которая перед нами. Но Он обещал, что превратит печаль в радость. И горы, которые перед нами, они падут. Скорбь может прийти и ночью постучаться. Но на утро, Писание говорит, приходит радость. И мы должны вернуться к своему огню, нашей страсти по Богу, не смотреть на то, что происходит вокруг нас. И в разочарованиях, потерь, которые мы имеем, с тем, что мы сталкиваемся, потерями зерновых сделок или потерь, которые у нас в экономике, личного состава, других вещей, которые нас очень информируют. Бог все контролирует. Он не завел нас далеко в тупик, чтобы вести нас дальше в этом тупике. Но кажуя себе нам неудачей или же поражением станет для нас плацдармом, чтобы прыгнуть выше, оттолкнуться и быть с Богом. Писание говорит о том, что в этот момент, когда мы молимся, ход битвы поворачивается. Когда мы молимся, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова воля о вас у Бога. Когда мы постоянно находимся, мы меняем ход битвы, как Арон и Ор, которые поддерживали руки Маше. Маше вел эту молитву, но как нужно было продолжать. Эта поддержка, которой нуждался Маше, становится прообразом для каждого из нас, для поддержки друг друга, для поддержки нашей страны, на поддержке нашего государства, нашей армии. Потому что этот человек, который вот о том, друге, который говорил Виктор и Татьяна Брат, он говорит, метро чаровывает, хотя он в полноевангельской церкви находился, он верующий, да, он говорит, меня разочаровывают наши пастора, служителя о том, что их молитвы больше о том, о тех, кто бежали от бедствий, те, кто спаслись, дай Бог им здоровья и дай Бог им безопасности. Он говорит, меня разочаровывают такие пастора, которые не молятся о нашем государстве, о нашей армии, о том, чтобы иметь победу, и как верующие люди могут так жить, несмотря на будущее, что нам необходимо Божье вмешательство в этой вере, нашей вере, в надежде, чтобы мы верили в победу, верили в перемогу, да, не только победу над врагом, но также над коррупцией, над теми вещами, которые, на воровство, которое происходит, нам нужна в этом теме победа, и есть направление, Бог говорит, не будет так всегда, я сделаю этот поворот, поверьте, мы, ты и я, мы больше, чем рак, болезнь, да, вот такой, чем паралич, ты и я, молитвы, мы больше, чем инфаркт, больше, чем какие-то зависимости, сопротивление врага, я прошу сделать то, чтобы вы не зачаровывали меня, не ходили кислым лицом, разве что, если вы кислых оруцов наелись, послушайте, улыбнитесь, если мы молимся, молитва Аарона, да, и там, в этой, как бы, в этом отрывке говорится о том, что Бог, он улыб, да, улыбнется ему, отвечайте ему обратно, улыбкой, друзья, нам нужно улыбаться, кислых людей, и в ситуациях проблем их много, но улыбающихся, мне часто говорят, что ты улыбишься, что у тебя, все в порядке, я говорю, такая привычка уже, в ситуациях, ну а что, чем я изменю ее, если я буду кислее всех кислых, чем, помощь моя от Господа, когда я поднимаю очи моих горам, потому что, когда я поднимаю горам, он рушит эти горы, горы проблем, горы ситуаций, зачастую, это не просто происходит, мгновенно, когда мы поднимаем, мы получаем ответ, чаще всего, нам нужно усилие, прилагающее усилие, восхищает, нам нужно усилие, немножко, немножко, мы можем сказать, как царь Давид, он превратит печаль, в радость, мы должны это сказать, траур в танец, не танцевать на кладбище, да, а наш траур, он превратит в радость, в танец перед Господом, и у вас могут быть ситуации, которые выглядят постоянно ужасными, ситуации, которые вы чувствуете, что они безвыходные, и все обстоятельства говорят о том, что не сработает никакая молитва, никакая поддержка, даже если бы что-то произошло, ничего не поможет, это было слишком долго, диагноз сильно ужасный, но Бог не ограничен, мы ограничены, Он своим естеством, мы ограничены, Он сверхъестественный, Он говорит нам сегодня, что грядет помощь, эта помощь приходит с небес, Он собирается превратить эту болезнь, свободу, и сделать сына твоего свободным, Он собирается превратить одиночество в компанию счастливых людей, Он собирается превратить мечту, которая выглядит слишком далекой, в реальность сегодняшнего дня, это то, о чем мы должны всегда думать в сегодняшний день, мы должны жить и проживать сегодняшним днем, полагая основания для завтрашнего, мы увидим горы превращаются в холмы, легкодоступные, кто-нибудь из вас ходил по холмам, ты получаешь это удовольствие, но когда начинаешь ходить по горам, то это очень сложно, нужна особенная подготовка к этому, Бог готов все изменить, никто не может остановить Бога, разве что это сделаем мы, ни болезнь, ни зависимости, ни проблемы, не могут Бога остановить ситуации, или Бога можем остановить только мы, своим не верим, или вы своей верой, удивите Бога, верой своей, Лука 7 глава, интересная там глава, Иешуа, я уже об этом говорил, он ходил исцелять дочь, слугу, извините, слугу, сотника, и вот, возвращаясь из Капернаума, или там в другом месте он был, он направился в город Наим, его ученики, большая группа людей, следовали за ним, когда они приблизились к городу, они увидели процессию, похоронную процессию, помните эту историю, похоронную процессию, несут мальчика, сзади идет мама, с большой толпой, плачет, рыдает, потому что она до этого уже стала вдовой, мужа похоронила, и тут, и уже идет на похороны своего сына, можете представить то горе, одиночество, ту боль, которую она испытывала в те дни, я прочитаю, 7 глава, с 11, 15 стих, после всего Ешуа пошел в город, называемый Наим, с ним шли многие из его учеников и множество народа, когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, и она была вдова, много народа шло с нею из города, увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей, не плачь, и подойдя, прикоснулся к Одру, нежные остановились, он сказал юноше, тебе говорю, встань, мертвый поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Ешуа матери, Ешуа подходит к женщине и сказал ей, не плачь, что в этих словах, она еще не видит ничего происходящего, Ешуа говорит, слушай, перестань рыдать, если бы вам, в вашем горе, потери близкого, подошли и сказать, слушай, утрели слезы, перестань рыдать, какая бы ваша была реакция, и шел в своей дороге, иди, дай мне провести последний путь свое горе, свою печаль, свою ситуацию, но в самом деле, в этих словах, был поворот, перестань плакать, я сделаю поворот, изменю ситуацию, эта боль, которая у тебя, она не будет постоянной, скорбь закончится, скорбь изменится, и она перешла от великой печали к великой радости, от великой утраты, или же давления, к величайшему приобретению, от депрессии, которая ее ожидала, и все, что она прокручивала в голове, к свободе, в эту ситуацию вмешался Бог, Бог разворота, поворота, обращения обратно, и теперь она все еще плачет, конечно, но плачет, потому что она видит сына своего живого, и уже не слезы печали, а слезы радости, иногда мы захлебываемся слезами от боли, из-за плохого медицинского заключения, мы захлебываемся в слезах от боли, от наших детей, которые не так хотят делать то, что мы хотим делать, и не то делают, что мы хотим делать, которые разбивают нам сердце, мечты, которые не сбылись, где времена траура, которые мы прошли, но я хочу, чтобы вы увидели, что всему приходит конец, мы служим Богу, Которого встретила эта женщина, Он ей сказал слова, может быть и слова, и ранили ее, потому что, сказать, не плачь, скорби, это как бы кощунство, как будто приближение, потому что Писание говорит, плачь с плачущими, а тут Он говорит, перестань плакать, Он сегодня всем нам, в Украине, перестаньте плакать, наближается время перемен, поворота, нам нужно подключиться к молитве, нам нужно подключиться к верой, победу Божью, во всех отношениях, от наших собственных переживаний до фронтовых, люди перестали идти на кладбище, они повернули обратно, пришли в дом, и те, которые видели, что уходили на кладбище, думают, что случилось, что так быстро, неужели закопали за пять минут, говорит, не, все наоборот, мы принесли тело обратно, говорит, вы что делаете, жара на улице, говорит, он живой, мы выходили, с одной целью, с одной ситуацией, и мы встретили человека, который, Бога, который повернул нас обратно, он повернул ситуацию в обратную сторону, вместо плача или радости, нет необходимости у нас будет поворачивать все, что мы хотим, потому что он повернет эти ситуации в нашу пользу, у нас у всех такие ситуации были в жизни, времена, которые выглядели мертвыми печалями, возможно, это бизнес, обещания семье, возможно, какие-то еще ситуации, где вы говорите, но слишком поздно, Боже мой, Бог говорит, я собираюсь вернуть мертвых жизни, вернуть с победой над врагом, я дам стране свободу, вы думаете, что у нас ваш бизнес, он мертв, нет экономики, нет ситуации, которая бы помогала развиваться, но Бог говорит, я собираюсь удивить вас, он уже растет, он грядет, и благословения уже собираются, в это нужно верить, надежду ставить нужно на Господа, вы думаете, что вам придется жить с этой болезнью, всю оставшуюся вашу жизнь, сколько бы ей не было, но Бог говорит, это депрессии, эти ситуации, этой болезни приходит конец, я разверну это, знай, что я есть Бог, я разверну это в обратную сторону, Бог собирается сделать то, что необычное, что сверхъестественное для людей, и в этом красота нашего Господа, даже когда Он изгонял свой народ в пленение из собственной земли, Бог говорит, я все равно их удивлю, я верну их обратно, я совершу чудеса, я сделаю больше, чем они ожидают, даже возвращение из Вавилона, построение храма, восстановление Иерусалима, было сверхъестественно, пророчески сказано, и Бог обеспечил за счет других царей, не собственной экономики разрушенного Израиля, а за финансы царей других восстановил храм, восстановил народ, восстановил всю страну, и зацвели они. Вы понимаете, о чем я хочу сказать? Нам нужно увидеть Божью перспективу. Захария 8, 20, 21, 23 стихи. Так говорит Господь Саваоф, еще будут приходить народы и жители многих народов, и пойдут жители одного города к жителям другого, скажут, пойдем помолить, пойдем молиться лицу Господа, взыщем Господа Саваофа. Пойду и я. Так говорит Господь Саваоф, будет в те дни возьмутся десять человек и всех разрушительных народов, возьмутся за полу идеи, будут говорить, мы пойдем с тобою, ибо мы слышали, что с вами Бог. Я хочу вам оставить сегодня надежду тех, кто уповает на Господа, тех, кто надеется на Него и не постыдится, что приходят те времена, где люди будут говорить, пойдемте, я пойду с вами. Если вы идете на молитву, молиться Богу, я пойду с вами. Если будете молиться, я буду с вами, потому что мы видим, что с вами Бог. Если мы теряем эту перспективу, что Божье вмешательство, разворота, мы теряем перспективу дать людям надежду. Мы можем быть в периоде борьбы. и это сезон трудностей для каждого гражданина нашей страны. Прекрасной страны, да, многострадающей, многопережившей, но выжившей, которая обеспечит семью свою необходимым. Возможно, мы не видим каких-то еще успехов, которые мы бы хотели увидеть. Бог наблюдает за нами. Он наблюдает с высот своих. Он видит нашу жертву, которую мы делаем в нашей жизни. Служим другим утешениями, верой, надеждой, помощью. Участвуем в событиях и трудностях друг друга, поддерживаем молитвы. Когда он это видит, он говорит о том, что мы жертву делаем, и он сделает все возможно, чтобы мы убедились, что переломный момент, он обязательно придет. Бог собирается превратить борьбу в легкость победы, превратить недостаток в изобилие, превратить печаль в радость, превратить несправедливость в то, что мы найдем и скажем мы свободны, достойны. как я могу сделать пример, я очень простой, знаете, что происходит в жизни. Однажды мы с Татьяной путешествуем, мы сели в поезд, это нужно с одного было терминала в другой перейти, а там нужно было успеть на другой самолет, то есть свои ситуации, и мы заходим в поезд, он пустой, то есть вагон пустой, и мы едем, а там несколько остановок, и мы подъезжаем в следующий и видно либо самолет только как бы сказать люди вышли в самолет, только приземлился, вдруг толпа заходит и ты понимаешь себя к задней стенке там в задняя дверь и ты понимаешь что следующая остановка твоя, тебе нужно поскорее выйти, выйти просто бежать к самолету, потому что у тебя уже есть билет, ты уже прошел все необходимые проверки и ты понимаешь что это толпа, а ты не первая, ты будешь последней и ты думаешь как пробиться, как сделать панику чтобы раскидать всех и быть у этой двери потому что откроется и ладно выйдешь а там еще если все будут в ту сторону идти это тяжело и ты стоишь и молишься и так далее и ты понимаешь бесперспективная борьба все такие раз прижали остановка останавливается ты думаешь напрягать все напрягаются выходить и вдруг сзади тебя открывается дверь и мы быстренько 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 наверх Бог в наших трудностях даже когда нас зажали где-то примкнули от двери которая тебе кажется в самый правильный быстрее туда войти назад и он говорит я сделаю для тебя чудо я оберну печаль твою в радость эта радость открывшейся двери для меня была очень классная просто поразительная удивительная вы понимаете я хочу чтобы этот пример у вас остался и я поднимаю мои глаза к небу горам откуда помощь моя а помощь моя не за горами она придет от Господа сотворившего небо и землю она не за горами а с неба которое там оседает Господь все судьбы людей он держит в своих руках и как тут мне не доверять тому кому он доверяет остальное я могу доверить ему всю свою жизнь потому что все соделает он ко благу и помощь подаст он вскоре мне понравилась эта песня которую мы пели и она очень коснулась меня мы ее споем еще раз я переможу вини потому что он со мной когда мы будем ее петь я хотел чтобы мы положили на этот алтарь молитвы нашей песни потому что все таки песня это разговор с Богом она исходит из сердца как и молитва и чаще всего еврейский сидур молитвенник он построен на псалмах Давида где выкладывается сердце хотя и поем тьма отойдет придет свет и Бог сегодня нам оставляет послание обратного поворота ситуацию я повернул вспять вспять и то что кажется трудным без выходным станет трамплином для каждого из нас в этой молитве песни пускай поднимутся наши голоса наши руки наши надежды если будет эта молитва касаться вас просто приходите вперед вставайте на колени не ожидайте что к вам придут помолятся снимут с вас эту ношу дать тяжести Бог снимает тяжесть еще говорит придите ко мне все примененные под тяжестью ваших давлений ситуации и обстоятельств и я успокою вас я дам вам мир которым мир не может вам предоставить ни медиа ни соцсети ни какие-то информации не дадут вам я отдам тебе мир и скажу так будет не всегда амин я благодарю благодарю каждого из вас и все те кто смотрит нас в прямом эфире